Всем привет! Смотрите краткий обзор нас устройства модель QNAP TS412. Я расскажу об основных функциях данной модели и разберу его первичную настройку. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. NAS сервер QNAP TS412 представляет собой версию с четырьмя отсеками для дисков. Компания QNAP имеет в своем арсенале более полсотни различных моделей подобных устройств, разобраться среди которых бывает непросто. Этот небольшой бюджетный NAS сервер неплохо подойдет для организации домашнего хранилища или для небольшого офиса. Хранилище имеет неплохой функциональный дизайн. На передней панели находятся четыре отсека для горячей замены накопителей, светлодиодная панель индикации состояния устройства, кнопка питания и кнопка с USB разъемом для быстрого копирования данных с внешнего устройства или на него. На задней панели размещены два разъема eSATA, два гигабитных сетевых LAN порта, три USB и вход для блока питания. Скрытая кнопка сброса находится в верхнем углу. С его помощью вы сможете хранить свои данные в едином хранилище, синхронизировать все ваши устройства, компьютеры, планшеты, телефоны с единым накопителем, собирать большие объемы фото, видео и музыки, которыми можно делиться с друзьями, просматривать фильмы или семейные видео, управлять сервером как с ПК, так и с мобильного устройства. Для расширения возможностей хранилища доступно более 80 приложений. NAS поддерживает работу в режиме одиночных дисков и объединенных накопителей в J-Bot и массивы RAID 0, 1, 1, плюс 0, 5 и 6, а также протокол iSCSI. Мониторинг состояния дисков осуществляется с помощью технологии Smart. Есть возможность настройки регулярной проверки, контроля температуры и других параметров. В данной модели довольно простая первичная настройка системы, он обеспечивает установку системы без использования компакт-диска. Достаточно посетить портал настройки и следовать инструкциям для установки системы. Здесь доступна автоматическая настройка, которая позволяет легко и быстро настроить NAS с рекомендованными параметрами. Все внесенные настройки можно изменить позже. Для первичной настройки скачайте и установите одну из специальных утилит для обнаружения устройства, к примеру, QFinder. Программа поможет определить его IP-адрес. Затем введите IP по адресной строку браузера или выделите найденное устройство из списка и нажмите «Вход». При начальной настройке программа предупредит, что сервер не инициализирован и предложит его настроить. Жмем «Да» для соглашений. После чего вы автоматически попадете на страницу настройки QNAP. Жмем «Старт» для загрузки последней версии прошивки. Ждем завершения процесса инициализации и установки прошивки. Если нужно справа вверху можно изменить язык. Для продолжения инициализации запускаем интеллектуальное руководство по установке. На следующей странице нужно указать имя нас хранилища и пароль администратора, а затем далее. Установить дату и время. Задать настройки сети. Автоматическое получение IP-адреса или указать статический. На следующей странице появится возможность включить сервис кроссплатформенной передачи файлов. Если вы планируете использовать хранилище для обмена между устройствами с разными операционными системами. Далее нужно выбрать конфигурацию диска. При наличии более одного диска будет возможность построения RAID массива. И в последнем окне проверяем настройки и для сохранения жмем «Применить». После вы видите окно с предупреждением, что данные на диске будут затерты. Соглашаемся для подтверждения. Ждем окончания процесса применения настроек. На этом первичная настройка закончена. Жмем по этой кнопке для перехода к управлению сетевым накопителем. Для входа жмем по кнопке, вводим имя и пароль учетной записи администратора. Теперь вам доступны следующие функции. Вы можете создать свой собственный мультимедийный мир, используя фотостанцию для создания резервной копии фотографий или музыкальный центр для музыкальной библиотеки, управлять и обмениваться видео, настроить центр загрузки, медиасервер DLNA для потоковой трансляции мультимедийных файлов на телевизор и консоли. Использовать VPN-службу для подключения к более 70 точкам по всему миру. И настроить свое собственное облачное хранилище. Легко сделать синхронизацию файлов. Достаточно перетащить файлы в папку и они появятся на устройствах подключенных к TurboNAS. В центре приложения есть и другие различные службы. Здесь вы точно найдете полезные для себя сервисы. А загрузив приложение для мобильного вы сможете управлять сервисом даже с телефона. Для управления сервером с мобильного загрузите приложение Q-менеджер. С его помощью вы сможете управлять сервером с любой точки мира, где есть доступ к сети интернет. Приложение доступно для Android и iPhone. Здесь есть удобный монитор ресурсов, где отображается состояние системы и диска, загруженность процессора и оперативной памяти. Занятое и свободное пространство хранилища. И другая информация. Возможно сделать резервную копию данных и другие полезные функции. Перезапуск, обновление, выключение и поиск. Посмотреть системный журнал событий, где вы сразу увидите все ошибки и важные предупреждения. И журнал подключения. Включить или отключить системные службы. Установить любое из доступных приложений. Как настроить персональное облако? Одна из важнейших функций хранилища – организация собственного облачного хранилища. Для этого нужно установить и запустить приложение MyQNAP Cloud. Вам не придется вручную настраивать роутер. Для организации облачного хранилища QNAP сделает это автоматически. Просто нажмите здесь «Начало», а затем «Запуск». Если у вас еще нет учетной записи QNAP Cloud создайте ее, кликнув по ссылке прямо из этого окна. Заполните форму и пройдите регистрацию. Затем введите адрес вашей электронной почты и пароль к учетной записи QNAP Cloud. Далее. Введите имя устройства, отметьте нужные сервисы и нажмите «Далее», после чего начнется регистрация устройства. После успешной регистрации жмем «Выполнено». По завершении установки приложений вы сможете подключиться к серверу из любого устройства, которое подключено к интернету по глобальному IP адресу. Достаточно скопировать ссылку и вставить ее в браузер. Ввести имя и пароль администратора и выполнить вход. Теперь вы можете управлять сервером не находясь в одной сети и заливать информацию из любой точки мира. Для синхронизации данных откройте приложение FileStation. Выберите из списка соответствующую папку или создайте новую, кликнув по значку «Создать папку». Затем нажмите «Загрузить». Выберите, что именно вам нужно загрузить файлы или папку. Укажите путь к ресурсу, отметьте нужный файл, затем «Открыть» и «Ок». После загрузки он появится в отмеченной папке и будет доступен всем пользователям данного хранилища. Также вы сможете поделиться загруженным только что фото или видео, кликнув по значку «Раздача». Здесь есть возможность отправить его по электронной почте, загрузить в социальную сеть, создать ссылку и поделиться ей любым удобным способом или же отправить конкретному пользователю нас. Для расширения функции можно добавить удаленный ресурс. Служба удаленных ресурсов позволяет с помощью единого интерфейса управлять файлами на локальных внутренних и удаленных устройствах, а также в облачных сервисах. Она поддерживает Google Drive, Dropbox, OneDrive и различные сетевые протоколы . Для подключения к облачным службам нужно загрузить приложение, подключение к облачному диску и запцентр. QNAP TS412 позволяет не только хранить файлы и обеспечивать доступ к ним. В стандартной прошивке есть наличие около 20 дополнительных сервисов, к примеру, служба iTunes. Организация сетевой медиабиблиотеки и проигрывание музыки с сервера. Каталога мультимедиа. Медиасервер DLNA позволяет выполнять передачу мультимедийного контента на устройства DLNA, Apple TV и Chromecast. Управление мультимедиа. Всевозможная настройка медиабиблиотеки. Веб-сервер на NAS можно размещать веб-сайты. Включайте, что использует Joomla, PHP, MySQL, SQLite для создания интерактивных веб-сайтов. Сервер LDAP обеспечивает доступ к различным сетевым накопителям. Сервер SQL управление сервером через программу phpMyAdmin, сохранив программные файлы в общую папку web или Qweb NAS. Сервер syslog обеспечивает хранение записей журнала, сетевых устройств и просмотра поступивших системных сообщений. Антивирус. Эту функцию можно использовать для настройки проверки и удаления помещения в карантин или информирования о файлах, зараженных вирусами и другими угрожающими нормальной работе компонентами. Сервер Radius обеспечивает централизированное управление аутентификацией, авторизацией и учетом для компьютеров, пытающихся подключиться к сети и воспользоваться сетевыми службами. TFTP сервер управление конфигурацией сетевых устройств и удаленность загрузки компьютеров по сети в качестве хранилища образов системы или восстановления. Сервер резервного копирования. С его помощью сетевой накопитель можно настроить в качестве сервера резервного копирования, удаленной репликации, облачного или внешнего резервирования, менеджер загрузки Download Station. Это веб-программа, которая позволяет загружать файлы из сети по протоколам BitTorrent, Magnet ссылкам и другим, а также подписываться на RSS каналы. Photostation. Это сетевой фотоальбом, с помощью которого можно систематизировать фотографии и видео на сервере, а также предоставлять ним доступ через интернет. Фотографии можно просто перетаскивать в виртуальные альбомы. Это избавляет от необходимости скопировать и перемещать файлы, что экономит время. Music Station. Приложение предназначено для воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на сервере NAS. Для прослушивания интернет-радиостанций и обмена музыкой. VPN сервер. NAS поддерживает службу VPN, которая дает пользователям возможность доступа к накопителю и другим ресурсам локальной сети через интернет. Данная модель NAS – это многофункциональный сервер с возможностью организации хранилища большого объема. Он является неплохим выбором для домашнего использования или как вариант для небольшого офиса. Благодаря широкому набору протоколов сетевого доступа может использоваться с любыми версиями операционных систем. Это мощное и одновременно простое управление сетевое хранилище, предназначенное для хранения резервного копирования и удаленного доступа к данным, а также для домашних развлекательных услуг. Располагая собственной облачной инфраструктурой вы всегда будете иметь доступ к собственным файлам и они всегда будут у вас под контролем. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.